Здравствуйте! Тема урока «Количественный и качественный состав трудовых ресурсов». Сегодня на уроке вы научитесь на основе сравнения казахстанских показателей с другими странами давать оценку количественному и качественному составу трудовых ресурсов. Трудовые ресурсы – это часть населения страны, обладающая совокупностью физических и умственных возможностей, знаний и практического опыта для работы в народном хозяйстве. Развитие хозяйства страны зависит от трудовых ресурсов. В состав трудовых ресурсов входит все трудоспособное население и часть нетрудоспособного населения. Рассмотрим трудовой потенциал Республики Казахстан. В него входят люди, не достигшие трудоспособного возраста, моложе 16 лет. Также население трудоспособного возраста – мужчины и женщины от 16 до 63 лет. И население старше трудоспособного возраста, куда входят работающие или неработающие пенсионеры. Население трудоспособного возраста включает в себя нетрудоспособное население инвалидов и трудоспособное население. Школьники могут работать при соблюдении определенных условий. До 14 лет при участии в создании или исполнении произведений в кинематографии, театре, театральных и концертных постановках, цирках, без ущерба здоровью, нравственному развитию. Такая работа также не должна нарушать учебный процесс. Трудовые ресурсы включают в себя население, не занятое в экономике. К нему относят студентов и домохозяек. А также экономически активное население, куда входят занятые в экономике и безработные. Рассмотрим структуру трудовых ресурсов. Структура может быть возрастной, гендерной, образовательной, профессиональной, квалификационной и социальной. Источником формирования трудовых ресурсов является демографический потенциал страны и трудовая миграция. Направление использования – реальный сектор экономики и сфера услуг. Остановимся более подробно на понятии экономически активного населения. Экономически активное население – это часть населения, занятая общественно полезной деятельностью, приносящей доход. Экономически активное население состоит из лиц, занятых в экономике, то есть работающих по найму или имеющих свой бизнес, и безработных, но желающих работать. Удельный вес экономически активного населения и характер его занятости во многом отражают различный уровень социально-экономического развития страны. Экономически активное население Республики Казахстан составляет 49% населения страны. Для оценки трудовых ресурсов используют количественные и качественные показатели. Количественная оценка трудовых ресурсов подразумевает учет численности населения в трудоспособном возрасте. Качественная оценка подразумевает оценку состояния здоровья, идеи способности, уровень образования, степень профессиональной и квалификационной пригодности, а также творческий потенциал и мобильность. Количественная и качественная оценка не противопоставляются друг другу, а дополняют друг друга. В Республике Казахстан официальные количественные характеристики формирует Комитет по статистике Министерства национальной экономики. Сегодня в экономике Республики заняты более 8,6 миллионов человек. Рассмотрим возрастную структуру трудовых ресурсов. Наибольшее количество населения приходится на следующие возрастные группы. От 30 до 34, более полутора миллиона человек. Далее, от 25 до 29 лет. От 35 до 39 и от 40 до 44. Если рассмотреть эти показатели в процентном соотношении, то видно, что наибольшее количество населения в трудовых ресурсах в возрасте от 25 до 54 лет, а наименьшее от 65 лет и старше. В общем числе занятого населения численность мужчин составляет 4,5 миллиона человек, а численность женщин – 4 миллиона 100 тысяч человек. В общей численности рабочей силы городское население составляет 57,5%. Структура занятого населения по видам экономической деятельности и полу. В оптовой и розничной торговле, сельском, лесном и рыбном хозяйстве занято более 1,3 миллиона человек. В образовании чуть более 1 миллиона. Ребята, обратите внимание на показатели соотношения мужчин и женщин в структуре занятого населения. В каких отраслях хозяйства преобладает женское население? Верно, в образовании, в оптовой и розничной торговле. В строительстве занято более 600 тысяч человек, так же, как в транспорте и складировании. А в обрабатывающей промышленности 581 тысяча 600 человек. В этих отраслях хозяйства преобладает мужское население. В категорию безработных включают людей, желающих найти работу. Численность безработного населения в 2017 году составила 442,3 тысячи человек. Из них 26,5% имеют высшее образование, чуть более 24% – общее среднее образование, 9,5% безработного населения не имеют образования. Согласно рейтингу стран мира по уровню безработицы, созданному на основе подтвержденных данных Всемирного банка и Международной организации труда, самый низкий уровень безработицы зафиксирован в Катаре – всего 0,09%. Самый высокий – в Южноафриканской республике. Более 28% населения не имеют работы. В Казахстане, России и Беларуси этот показатель равен 4,59%. Правительство Республики Казахстан осуществляет социальную поддержку граждан с низкими доходами, осуществляет выплаты пособий многодетным семьям, инвалидам, а также адресную социальную помощь. Рассмотрим сравнительную характеристику социальной структуры населения Казахстана и зарубежных стран – Японии и Турции. В социальной структуре выделяют следующие социальные группы – предприниматели, мелкие собственники, наемные работники. Ребята, оцените социальную структуру населения этих стран и выделите социальную группу населения, которая преобладает. Верно! В Казахстане, в Японии и в Турции преобладает социальная группа – наемные работники. Геофакт Для подготовки к будущим профессиям в мире интернет-технологий, искусственного интеллекта, робототехники будут нужны такие навыки, как комплексное решение проблем, критическое мышление, креативность, умение управлять людьми, формирование собственного мнения и принятие решений, клиентоориентированность и обучение на протяжении всей жизни. Как вы думаете, какие профессии будут наиболее востребованы в будущем? Итак, в состав трудовых ресурсов входит все трудоспособное население и часть нетрудоспособного населения. Количественные и качественные оценки не противопоставляются, а дополняют друг друга. Это находит отражение в структуре трудовых ресурсов. Сложной проблемой в стране является безработица среди сельских жителей, особенно молодежи и женщин. Безработица зависит от соотношения спроса и предложения рабочей силы. Перейдем к выполнению заданий. Задание 1. Заполните кластер «Трудовые ресурсы». Задание 1. Заполните кластер «Трудовые ресурсы». Задание 2. Подумайте, какие профессии можно считать чисто женскими, а какие исключительно мужскими? Аргументируйте свой ответ. Задание 3. Является ли наличие высшего, среднего профессионального, начального профессионального образования гарантией от безработицы? Почему? Подведем итоги урока. На этом урок окончен. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok